Итак, мы попробуем двигаться дальше и нарисовать ту самую обещанную картину мира. Изначально моя цель состояла в том, чтобы в развернутом виде на одну вардовскую страницу должны были умещаться самые главные факты об астрономии. Как бы вы знаете это и больше знать ничего не надо. Это действительно астрофизические факты. То есть это все-таки написано для людей, которые знают, что Земля круглая, крутится вокруг Солнца, почему бывают солнечные и лунные затмения. Почему летом жарко, зимой холодно. Считается, что сколько? Две трети людей говорят, что потому что летом Земля ближе к Солнцу. Их можно легко поставить в тупик. А что же в другом полушарии при этом происходит? Это действительно важнейшие астрофизические факты. Можете этот список не просматривать. Мы будем потихонечку двигаться и нарисуем некую картину мира. То, что из 10 кусочков можно нарисовать какую-то адекватную картину, иллюстрирует этот слайд. То есть действительно, можно там даже условно коня от буйвола отличить. Но вот я попробую из 10 кусочков составить такую астрономическую картину мира, но кусочки будут немножко другие. Итак, первый важный факт с большими последствиями состоит в том, что Солнце – это звезда. Люди подозревали это достаточно давно, но окончательно смогли в этом убедиться в 30-е годы 19 века. То есть, условно говоря, Александр Сергеевич еще об этом не узнал. Тот факт, что Солнце – это звезда, очень много говорит вам о звездах. В частности, это автоматически говорит вам о том, на каких расстояниях они находятся. Вы знаете, сколько излучает Солнце. Вы знаете расстояние до Солнца. Это люди научились измерять довольно давно. И вы видите точечку в ночном небе. Вы можете провести, в принципе, не такие уж сложные вычисления, как далеко вам нужно отодвинуть вот эту близкую яркую лампочку до того, чтобы она стала такой же точечкой. И окажется, что это расстояние несколько световых лет. Расстояния действительно очень большие, и это задает сразу масштаб вокруг нас. И отвечает на простой вопрос, почему мы еще не полетели к звездам. Потому что далеко, на самом деле далеко. Это совсем не похоже, а в 60-е годы очень любили сравнивать такие вещи. Ну вот развивалось человечество, да, открыли Америку, и очень быстро научились плавать по всему миру. Но сравните, вспомните, как выглядит карта мира или глобус. Люди всегда плавали по Средиземному морю. Вот это до Америки примерно такое же расстояние, как от Израиля до Испании, например. То есть, ну да, по открытому морю плыть тяжело и страшно. Ну, в принципе, расстояние такое же. И говорить можно о том, что если мы научились летать на Марс, то мы можем полететь на Сатурн. Вот это хорошее сравнение. Поскольку там действительно все связано друг с другом разами. Что-то в несколько раз дальше или ближе. Звезды сильно дальше. Звезды дальше, чем планеты Солнечной системы от нас в сотни тысяч раз. Это действительно огромный скачок. И сейчас, по большому счету, не существует технологий для того, чтобы туда полететь. Действительно, проблема в том, что это займет много времени. Но люди очень часто при этом не думают о таком удивительном факте. То есть, речь не только о том, что нужно долго ждать, пока пройдет обратный сигнал. Ведь смотрите, вы посылаете какой-то спутник. Вот представьте, я опять же выключу сейчас ноутбук, закрою. А потом кто-то через 30 тысяч лет должен его открыть, и он заработает. Это удивительно. Да я так-то каждый день удивляюсь, что он включается. А через 30 тысяч лет это просто фантастика. Там в миссии New Horizons больше всего, что меня поражает, что действительно эта штука там летела-летела, а потом заработала. Это потрясающее такое техническое достижение. Это очень нетривиально. Взять старый прибор, чтобы он заработал. Поэтому, как только люди поняли, что звезды – это далекие Солнца, повторюсь, это произошло меньше 200 лет назад, они очень много узнали об этих звездах и узнали, как действительно далеко все это находится, и действительно изменилась картина мира. То есть, выходя под ясное ночное небо, люди представляли, как далеко их взгляд простирается. Действительно, какой страшный объем по сравнению с тем, что у нас есть в Солнечной системе, мы видим, когда просто смотрим на ночное небо. Вопрос. На каких, собственно, наблюдениях основал вывод, что Солнце такое же, как все остальные звезды, только на том, что тоже круглое и тоже излучает? А, окей. Ну, есть данные сейчас и есть данные 19 века. Начнем с 19 века. То есть, первое, что люди сделали, но, на мой взгляд, этого было достаточно, люди действительно измерили расстояние до звезд методом типа триангуляции. И стало ясно, что по своему энерговыделению эта штука единственная, на что похожа, это на Солнце. Ну, и поэтому у вас просто из вот имеющегося зоопарка нет другого вывода. Дальше. В конце 19 века люди научились получать спектры звезд. Получив спектры, они вот этим данным об энерговыделении, о светимости, добавили температуру и химический состав. То есть, стало ясно, что звезды имеют такую же энергетику, как Солнце, имеют такую же температуру, как Солнце, автоматически имеют такие же размеры, это понятно, как Солнце, имеют такой же химический состав. Ну, и сейчас мы знаем, конечно, гораздо больше. Сейчас для крупных звезд мы некими очень сложными методами, мы можем видеть поверхность, и потом есть всякие забавные штуки. Как бы это показать здесь? Но здесь, наверное, я не покажу. Представьте, что у вас есть объект, вы детали на нем не различаете. Вот просто для вас, ну вот это, например, вот сделаем это одним пятном. Там, допустим, зрение минус 15, и вот видим просто оранжевый диск. Но если у меня есть вторая звезда, и они образуют двойную систему, и звезда периодически проходит перед этой, то смотрите, когда у вас вторая звезда вот здесь, она закрыла эту часть, вы видите более яркий диск, потому что она закрыла все пятна. Когда здесь, наоборот, она закрыла яркую часть, все пятна видны. Измеряя блеск во время всего прохождения второй звезды, вы узнаете, что на поверхности этой звезды, например, есть пятна. То есть даже не видя сам объект, вы сможете построить его карту примерно. И разрешение оказывается достаточно хорошим. Вот сейчас мы так можем строить примитивные карты экзопланет, если они проходят там за и перед своей звездой. Поэтому действительно о звездах мы знаем очень много. И опять-таки, если звезда входит в двойную систему, они крутятся друг вокруг друга, то мы можем измерять массу звезды. То есть в итоге энерговыделение, температура, размеры, масса, химический состав идентичный у двух объектов, мы, конечно, делаем вывод о том, что из природы. То есть парень исходных признаков. То есть если бы мы наблюдали за землей отход-то издалека и могли наблюдать автомобили и один из видов крупных животных, скажем, медведей, мы могли бы сделать по большому количеству признаков. Теплые, двигаются, они даже засыпают. Вывод, что медведи, ну это один из таких видов автомобилей. Конечно, интересно. Уже разные спектры, медведей, ну или во другой. А автомобили довольно похожий спектр. Тоже это по-русски. Ну, такой, да, да, я понимаю, да. Существа научного подхода. Все-таки здесь первое, наверное, важное утверждение стоит в том, что здесь на самом деле более простые объекты. И это очень существенно. То есть вообще говоря, такая хорошая, строгая наука, она существует там, где есть простые объекты. Поэтому медицина, например, близко даже не стала строгой наукой, хотя фантастически много что умеет. Как только мы сталкиваемся с очень сложными объектами, начинаются сложности. Звезда – очень простой объект. И в этом смысле мы более или менее действительно убеждены, что здесь Господь Бог изощрен, но не злоунамерен. Если мы сталкиваемся с более сложными системами, то да, там будут сложности. И, наверное, наивно прилетев, посмотрев на какую-нибудь другую планету, увидев там гигантских муравьей, строящих гигантский термитник, мы могли бы решить, что это действительно разумные существа, это просто социальные насекомые. Ну вот просто потому, что система гораздо более сложная. Здесь все гораздо проще. И поэтому можно заниматься такой красивой строгой наукой. Там, где начинается биология хотя бы сложная, там начинаются сложности. Окей, двигаемся дальше. Следующее. Солнечная система. От Солнца летим наружу. Есть хороший вопрос, где заканчивает Солнечная система. Есть очень хороший ответ. Если Солнечная система заканчивается, что-то должно начинаться. Что может начинаться, если закончилась Солнечная система? Наверное, система другой звезды. И поэтому легко сказать, где примерно находится граница Солнечной системы. Если вот Солнце у нас находится в серединке этой картинки, и вот это такая трехмерная карта близких звезд. То есть, Солнечная система примерно половина расстояния до близких звезд. Расстояние до близких звезд несколько световых лет. Соответственно, размер Солнечной системы, половина от этого, все равно несколько световых лет. Солнечная система действительно большая. Планеты и все наши искусственные аппараты находятся в самом-самом-самом ее центре. Расстояние до Плутона – это часы световые. Сигнал туда-сюда идет несколько часов. Но до границ Солнечной системы и обратно сигнал должен был бы идти несколько лет. Просто действительно все самое интересное сконцентрировано в центре Солнечной системы. Это не случайно. Просто потому что, когда она образовывалась из облака газа и пыли, вещества было недостаточно много, чтобы всю эту систему усеять чем-нибудь большим и красивым. Большое и красивое сделали в середине. То есть это типичный вопрос, где заканчивается наша страна. Заканчивается она за Московскую пульсовую автодорогу или не заканчивается? Ну вот сложный вопрос. Большого и красивого хватило на то, что находится внутри примерно. Солнечная система устроена примерно так же. Но есть объекты, которые находятся действительно на границах, которые очерчивают примерно границы Солнечной системы. Это кометные ядра. Кометы выглядят, как вы знаете, большими и красивыми только потому, что они испаряются, тают в некотором смысле. А так это глыба 10-километровая примерно, льда и всякого мусора. Если она летает где-то далеко, она и выглядит как 10-километровая глыба льда. То есть довольно маленький объект по меркам Солнечной системы. Подлетая близко к Солнцу, все это начинает испаряться, отрастает красивый хвост, который почти из ничего состоит. Но мы знаем, что в год к Солнцу прилетают несколько десятков комет издалека. И мы знаем, что мы не живем в какое-то удивительное время. В Солнечной системе 4,5 миллиарда лет, и это происходят примерно все эти 4,5 миллиарда лет. И кометы еще не кончились. То есть где-то должен быть запас комет, где сидит больше 100 миллиардов кометных ядер. Иначе бы они уже закончились за время жизни Солнечной системы. И вот этот запас кометных ядер называют облаком Орта. Орт – астрофизик голландский. Тот самый, который у Стругацких в понедельник начинается в субботу. Орт первым взглянул на небо и заметил, что галактика вращается. Вот он действительно придумал это самое облако кометных ядер. Примерно из тех соображений, о которых я вам рассказал. Мы не видим его напрямую. Ну, мы не умеем видеть объекты так далеко от Солнца, такие маленькие. Но действительно все говорит о том, что облако Орта действительно должно существовать близко к границам Солнечной системы. Так что вообще говоря, наша Солнечная система большая. И когда вы читаете, что Voyager 1 вылетел за границы Солнечной системы, это вот совсем не похоже на, на самом деле, вылетание за границы Солнечной системы, он вылетел из той области, где вещество, такая вот, я не знаю, атмосфера в неком смысле, межпланетная среда имеет некий определенный химический состав. А он перелетел эту границу и двигается по межзвездной среде, но находится внутри Солнечной системы. Если рядом летит какая-нибудь комета, она является членом Солнечной системы. Хорошо. Следующий факт о звездах. Даже измерив расстояние до звезд и поняв, что это далекий Солнце, люди на самом деле не в полной мере отдавали себе отчет в том, что звезды рождаются и умирают в наши дни. Звезды живут относительно долго, там мы будем говорить сколько, и по сравнению со временем наблюдения, это очень большой промежуток времени. Мы не видим, до 19-го, до 20-го века не видели, астрономы, как звезды меняются существенно. Но сейчас мы знаем, что это не так. Звезды меняются, они образуются из межзвездного газа. В конце своей жизни они сбрасывают внешние слои, могут взрываться. Вот эту картинку вы уже видели. Массивные звезды взрываются, в центре может остаться нейтронная звезда или черная дыра. Маломассивные звезды, как наше Солнце, не взрываются, они сбрасывают свои внешние слои. Это может так вот очень красиво выглядеть. Образуется туманность, которая называется планетарной. К планетам не имеет никакого отношения, кроме того, что в слабенький телескоп она похожа на планету. То есть они бывают такие круглые и туманные, примерно как планетный диск. Поэтому получили такие названия в конце 18-го века, наверное. В центре остается маленькое звездное ядро, белый карлик. То есть это то, что ждет наше Солнце через какие-то миллиарды лет. Существенно, что цикл жизни звезды – это цикл физических реакций, термоэйдерных реакций. У вас легкие элементы превращаются в тяжелые. То есть действительно, вот прыгает фишка по таблице Менделеева, все время меняется химический состав звезды и меняется в одну сторону. И это приводит к тому, что в одну сторону меняется химический состав Вселенной. Не существует эффективного процесса, возвращающего обратно. Всегда легких элементов становится меньше, тяжелых становится больше. Но другой вопрос, что запасы легких элементов водорода, они фантастически велики во Вселенной. И на десятки миллиардов лет его хватит. То есть весь вот этот процесс, фейерверк, он не закончится завтра или через миллиард лет, или через пару. Но в принципе это движение в одну сторону. Есть такая экология Вселенной. Как долго звезды живут? Довольно, ну я бы сказал неожиданно, что большие звезды живут намного меньше, чем маленькие звезды. Связано это с тем, что хотя у них больше запас этого термоядерного горячего, они гораздо быстрее его расходуют. Расходуют они его быстрее, потому что внутри, и это уже легко поверить, плотности температуры выше, если звезда тяжелая. Она сама на себя очень сильно давит. А чем выше плотность и температура, тем интенсивнее идут реакции. И поэтому самые массивные звезды, они раз в 100 тяжелее Солнца, живут миллионы лет. Немного. То есть если вы пишете научно-фантастический роман, там не пишите, что он проснулся, посмотрел в окно и увидел свою родную звезду, которая была в 100 раз тяжелее Солнца. Если звезда в 100 раз тяжелее Солнца, она живет миллионы лет. Там вокруг никакая родная жизнь не успеет возникнуть. То есть на самом деле, если мы верим в то, что это, кстати, вопрос веры до некоторой степени, мы верим, что биологическая эволюция занимает миллиарды лет, то даже если звезда всего там в 2,5 раза тяжелее Солнца, забудьте о какой-то высокоразвитой жизни вокруг нее. Она просто не проживет несколько миллиардов лет, а взорвется намного раньше. А вот легкие звезды живут очень долго. Самые первые легкие звезды, они могут быть в 10 раз легче Солнца, они просто еще все живы. Их время жизни исчисляется десятками миллиардов лет, Вселенной всего лишь 13 с хвостиком, ну, звездному населению уж точно 13 с хвостиком. Поэтому первые легкие звезды, они должны отражать первичный состав Вселенной, из которого они образовались. Это очень интересно. Следующий факт. Итак, звезды эволюционируют, и жизнь заканчивается, что-то остается в конце. Если звезда маломассивная, как наше Солнце, то остается белый карлик. Это объект с массой примерно как у звезды, половинка, треть массы звезды, и размер примерно как у Земли. То есть у него действительно очень большая плотность. Это очень интересный объект. Это, наверное, первый макроскопический объект, который люди смогли распознать, который управляется законами квантовой механики. То есть вот помните, в школе, когда химию учили, тетрадь по химии обязательно должна была быть в клеточку. И в клеточке рисовали там стрелочку вверх, стрелочку вниз. И говорили, что третью стрелочку туда запихнуть нельзя, есть вот такой запрет в природе. Так вот именно поэтому устойчивы белые карлики. То есть представьте, огромный лист в клетку, вы там разбросали какое-то небольшое количество этих стрелочек. А после этого начали, лист остается, вы сжимаете стрелочки. И, наконец, вы их упаковываете настолько плотно, что в каждую клеточку попало по две стрелочки. И квантовый закон запрещает вам сжимать объект дальше. У вас электроны уже так плотно упакованы, что дальше их сжимать нельзя. Вот так образуются белые карлики. Нельзя сжать белый карлик сильнее, потому что есть такой квантовый запрет. Белые карлики образуются из звезд, как Солнце, легче Солнца и в несколько раз тяжелее Солнца. Там очень точно мы эту границу не знаем, но где-то 8-10 масс Солнца, зависит уже от других деталей. Это предел. Такие звезды не взрываются и в конце своей жизни дают белые карлики. Более тяжелые звезды взрываются. Интересно, из чего происходит сам взрыв. Он происходит из совершенно фантастически простой вещи. Итак, есть большая звезда. Гравитация всегда стремится сжать. Изнутри работает давление. Работает, потому что там горячо и плотно. Плотность никуда не денется, а вот горячо денется, потому что закончатся термоядерные реакции. Все, все топливо сгорело. И звезда начинает сжиматься под действием гравитации. Но вообще говоря, это не постепенное сжатие, это падение. Ядро теряет устойчивость и начинает все схлопываться. Если просто схлопнется в черную дыру, то есть гравитация настолько сильна, что она вообще все промяла, свернула пространство в время, образовалась черная дыра, и никакого взрыва не произойдет. А вот если у вас ядро падает само на себя и в какой-то момент останавливается, то в этот момент происходит взрыв. То есть вот нет никакого динамита. Когда гигантский астероид падает на Землю и все умирают, астероид это просто кусок железа или камня, как повезет. Взрыв происходит просто потому, что у него была большая кинетическая энергия, а потом он остановился на твердую поверхность Земли. Выделилось много энергии, выбросилось много пыли, и соответственно там все динозавры умерли. Взрыв сверхновый происходит в принципе по похожим причинам. У вас просто разгоняется вещество, разгоняется гравитация, а потом резко останавливается, происходит взрыв. Почему можно обойти вот этот предел? В результате взрыва массивной звезды образуется или черная дыра, про них еще поговорим, или нейтронная звезда. В данном случае вы не можете сжимать дальше, у вас слишком много электронов. Ну так давайте избавимся от электронов. У нас есть протоны, есть электроны. Если вы заставите их провзаимодействовать, у вас получатся нейтроны. Частицы в 2000 раз примерно более тяжелые, чем электрон. Для них запрет тоже есть, но он находится в другом месте. Вы можете упаковать их просто плотнее. Вы можете нарисовать более мелкие клеточки и продолжить сжатие. И нейтронная звезда это объект, который снова устойчив по квантовым причинам. Но теперь при массе, как у Солнца, размер она будет иметь не как у Земли, а как у Москвы. То есть там диаметр километров 20. А тут тогда магнитное поле у меня есть. Да, хороший вопрос. Магнитное поле, потому что оно было раньше. В принципе, вы можете его подгенерить. Про это я не буду рассказывать. Но вообще говоря, вы можете себе представить такую картину. Вот звезда, да, и вы нарисовали линии магнитного поля. Да? А теперь взяли, начали сжимать звезду, а линии магнитного поля, они как были, так и остались. И завершенность закончили историю поля. А, да, это хорошо. Да, окей, я понял. Вы глубоко копаете. Действительно, мы не уничтожаем все электроны. И тем более мы уничтожаем все протоны. От электронов, но по большому счету мы до конца не избавимся, просто потому что у нас звезда должна остаться электрически нейтральной. Если мы оставили протоны, значит, должны оставить равное количество электронов. Тем не менее, центр звезды упаковался до высокой плотности, и он состоит из нейтронов в основном. Или из каких-то экзотических частиц, там может не быть магнитного поля. Мы не знаем. На самом деле могут быть тяжелые другие частицы, заряженные, и там будет магнитное поле в середине. Это история темная, страшно интересная и неизвестная. Но кора нейтронной звезды, она имеет более-менее нормальную плотность. Ну, нормальная это как раз как у белых карликов. Примерно, в центре. И там вещество состоит из, если совсем просто, из железа. С некоторыми поправками. И там течет совершенно нормальный электрический ток, который порождает эти самые магнитные поля. Это достаточно, чтобы полосу сохранить поле? Да. Да, как ни странно, да. Ну, токи, естественно, начинают течь очень сильно. А так, визуально, я уже закончу этот визуальный ряд, действительно, вот вы нарисовали линии магнитного поля, как волосы на голове, сжали ядро звезды. И ясно, что плотность этих силовых линий, если их количество сохранилось, возросла. То есть, вот, вы знаете, как эти дикие племена, они усушивают головы поверженных врагов, да? Я честно, я в детстве не знал, меня так интересовал вопрос. Я очень обрадовался, когда узнал, что просто кожа целиком снимается с черепа, а череп выкидывается. Вот, но вот когда голова усушивается, то даже если, значит, до этого волос на голове было немного, но усушенной она будет казаться вполне такой лохматой. Вот примерно это происходит с нейтронной звездой. У самой звезды магнитное поле было слабое. На поверхности Солнца магнитное поле примерно как на поверхности Земли, как на земных магнитных полюсах. Но если вы его сожмете в 100 тысяч раз, то, конечно, плотность магнитных силовых линий в 10 миллиардов раз возрастет, и будет сильное магнитное поле. То есть, это действительно эффект маленького размера, очень существенный. А, и про черные дыры я обещал сказать. Черные дыры – это когда гравитация победила все. Современная теория гравитации, общая теория относительности, все ее нормальные способы развития – это геометрическая теория, где тяжелые тела искажают пространство-время вокруг себя. И гравитация может так сильно исказить пространство-время, что образуется область, которая обладает удивительной особенностью. В нее попасть вы можете, а наружу не можете. То есть, путей, ведущих наружу, уже нет. Все свернулось, и вы, попав внутрь черной дыры, не можете найти никакой траектории, чтобы попасть наружу. То есть, в этом случае никакие квантовые запреты ничего уже не останавливают. Действительно, просто гравитация все свернула. И поэтому не существует там очень тяжелых нейтронных звезд. Они могут быть всего там в два с хвостиком раза тяжелее, чем Солнце. Хорошо. Мы видим, как образуются звезды. Причем видим на всех этапах. Сам процесс образования звезды – это длинный процесс. Он занимает там, смотря с чего начинать, ну, скажем так, миллион лет для круглости. У вас начинает сжиматься облако газа и пыли. Мы видим такие облака. Мы видим их на разных стадиях сжатия. Мы видим этот компактный объект, который образуется еще до того, как начались термоэдерные реакции в его недрах. Первая реакция – это не превращение водорода в гелий, а более легкие реакции. Мы видим звезды, мы видим такие протозвезды, которые светят за счет этих реакций. То есть, в итоге мы действительно видим все стадии. Вот это считается самая известная картинка, полученная космическим телескопом имени Хаббла. Такое лицо этого проекта. Это как раз область образования звезд. И все вот эти красивые выбросы, они связаны с образующимися звездами. Но мы видим звезды на более продвинутой стадии. Вот замечательное изображение. Саму звезду, естественно, убрали, чтобы она нам не мешала. Вот эта белая точка, кто видит, это экзопланета. Но сейчас она нам неинтересна. А вот эти раскрашенные в яркие цвета области, на самом деле, это холодный диск вещества, вращающегося вокруг звезды. То есть, это то, что осталось, такой строительный мусор от создания звезды и планетной системы. Звезда уже возникла, планеты уже возникли, но вот еще остался этот мусор. Это очень молодая звезда. В итоге, действительно, мы видим процесс образования звезд. Там тоже есть очень сложная физика. Не все в деталях мы понимаем. Но качественно вся картина не просто понятна. То есть, у нас не просто есть какая-то модель. Мы действительно видим объекты на разных стадиях эволюции. Мы видим, как звезды умирают, если они взрываются. Есть совсем немного случаев, буквально штук 20, когда наблюдали сверхновую. Вот это очень яркая вспышка. На короткое время звезда светит ярче, чем целая галактика. Но совершенно случайно, потому что мы не можем предсказать, где взорвется сверхновая в ближайшие несколько лет. Можем сказать, какая звезда взорвется в течение сотен тысяч лет. Но с точностью до года 2-3 мы сказать не можем. Совершенно случайно эта область какой-то далекой галактики была сфотографирована очень крупным телескопом. И потом мы фотографируем после взрыва, когда все расселось. Вот фотография после взрыва, вот до. Все звезды на месте, а вот эта звездочка, отмеченная этими отрезками, исчезла. То есть мы правда видим, какая звезда взорвалась. Повторюсь, известно совсем немного таких случаев. Но сейчас это количество будет довольно быстро расти. Просто потому что запущены новые наблюдательные проекты, специально направленные на то, чтобы найти больше таких событий. Эти маленькие светящиеся точки в Руке Б. Это те самые звезды, которые там справа и слева. Нет, я думаю, хороший вопрос. Но я думаю, что это совсем другой масштаб. Я даже не уверен, что это звезды той самой галактики. То есть вот это действительно звезды далекой галактики. А на такой картинке, я думаю, что это звезды нашей галактики, которые случайно попали на снимок. Ну, там не все, вот эти две похожи. А остальные уже начинают по-другому располагаться. Поэтому я не уверен, что это та же самая область. Потому что вот эта штука, она засвечивает все вокруг. И такие мелкие детали на такой фотографии получить невозможно. Это облом. Окей. Поговорили про звезды. Поговорим про галактику. Все звезды, которые мы видим на небе невыраженным глазом, это все звезды нашей галактики. И Млечный Путь – это ее основная часть, огромное количество слабых звезд нашей галактики. То, что Млечный Путь – это такая полоса на небе, означает, что галактика имеет форму диска, и мы находимся в этом диске. Но объяснить это очень просто. Вот я буду земным наблюдателем, а вы будете звездами в галактике. Вот я вот тут не вижу звезд, вот тут не вижу звезд, и вижу вот так вот Млечный Путь. Много звезд. То есть галактика по форме очень плоская. Мы не знаем, как выглядит наша галактика снаружи, потому что не можем вылететь и посмотреть, как она выглядит снаружи. Но мы, во-первых, можем изучать объекты, которые отслеживают эту структуру. Во-вторых, можем искать галактики, которые, как мы думаем по ряду причин, похожи на нашу. И поэтому можем рисовать нашу галактику. Вот это рисунок, это очень важно. Потому что сейчас все-таки знание о структуре галактики примерно таково. В одном зале подряд может быть защищено две диссертации. В одной будут говорить, что в галактике четыре рукава, в другой, что шесть. Обе будут защищены успешно. То есть мы знаем, что их там не десять, не семь, не три. Ну там вот буквально осталось или четыре, или вот, по-моему, там шесть, как вариант. Восемь, я не помню, обсуждается или нет. То есть действительно детали не ясны, потому что мы сидим снаружи, окруженные пылью. Мы не видим всей этой красивой картины. Если вот мы сидим вот здесь, мы сидим довольно далеко от центра, хорошо мы можем видеть только вот такой кусочек. То есть мы знаем, что тут есть один рукав, и может быть еще один проходит. А вот эту часть мы знаем очень плохо. Но в течение буквально нескольких лет мы сильно продвинемся. Сейчас летает спутник, который построит хорошую карту примерно до центра галактики. Ну и мы думаем, что галактика умеренно симметрична с той стороны. Наверное, ну, кому потом интересно, можете сказать, какой будет самый шокирующий факт, который я вам сегодня скажу. Но я думаю, что это один из кандидатов. А чего обычно люди не знают. Вот красивая галактика. Представьте, что это фотографии, что это другая галактика. Они есть очень похожие. Важный факт состоит в том, что вот здесь звезд столько же, сколько вот здесь. То есть яркий спиральный рукав – это не место, где звезд больше. Это место, где звезды ярче. Это очень существенно. То есть если вы ночью получите фотографию Земли, ну, там, уберете облака, получите фотографию Земли, больше света не там, где больше людей. Больше людей там в Индонезии, условно говоря, а не на восточном побережье США. А света больше будет на восточном побережье. Просто потому, что там ярче светит. И здесь все примерно так же. Звезды рождаются в основном вот в этих местах, и они прочерчивают эти спиральные рукава. Массивные звезды, как мы говорили, живут недолго, пару миллионов лет. И они не успевают далеко продвинуться. Они очень быстро пережигают свой водород. Они здесь взрываются в спиральном рукаве. И смотря издалека, мы видим яркий спиральный рукав. И вот этот характерный голубой цвет, он связан с тем, что массивные звезды имеют высокую температуру. И они действительно выглядят таким вот бело-голубыми. А слабенькие звезды, типа Солнца, которые живут миллиарды лет, они успевают сделать несколько оборотов вокруг галактики. Наше Солнце успело уже больше 20 оборотов сделать вокруг галактики. Они равномерно размазаны по этому диску, но они светят не ярко. Поэтому мы вот на таких простых фотографиях их особенно не различаем. И поэтому кажется, что вот здесь звезд много, а здесь совсем нет. Ну, на самом деле, это не так. И плотность очень равномерно распределена по галактике. Она, конечно, спадает наружу. В центре больше звезд, снаружи меньше. Но по углу азимутальному плотность распределена очень равномерно. Плотность в смысле количества? Количество звезд. Да. Ну и вообще... Или не в мегатонных звездах? Ну, это более-менее то же самое. То есть, на самом деле, все виды вещества в галактике, кроме газа, который тоже немножко тут концентрируется в спиральных ветвях, они очень равномерно размазаны. Ну, то есть, например, галактика все-таки в основном состоит из темного вещества. Темное вещество более равномерно еще распределено, чем даже старые... Здесь действительно больше звезд в центре. То есть, действительно, плотность выше. И поэтому действительно это так и выглядит. Ну, вот, скажем, вот это уже фотография. Нет, пардон, вот это фотография. И в центральной области действительно из-за того, что звезд много, все это сливается в такое очень яркое сияние. А так галактику хорошо видно насквозь. То есть, можно изучать галактики... А, ну, она совсем маленькая. По своим размерам, вот сама черная дыра в центре нашей галактики, она имеет размер меньше радиуса земной орбиты вокруг Солнца. Поэтому, глядя вот в таком масштабе, про масштаб я вот все никак не скажу, но вы уже все прочли, что это 100 тысяч световых лет. В таком масштабе, конечно, черная дыра, она вообще ничем не управляет. Черная дыра обычно в несколько тысяч раз легче галактики. В нашем случае это еще больше различия. Но типичная вот в несколько тысяч раз черная дыра легче, и поэтому она управляет очень маленькой областью вокруг себя. Если сейчас из нашей галактики из центра убрать черную дыру и выкинуть куда-нибудь, то Солнце и все звезды вокруг вообще об этом ничего не узнают и никак не заметят. Только звезды, которые прямо очень-очень близко от черной дыры крутились, они, естественно, поймут, что гравитации стало меньше, у них изменятся орбиты. Но вообще черные дыры важны только для своего ближайшего окружения. Если это так, как же мы ее сумели наблюдать? Или это не прямое наблюдение? Это прямые, у меня слайдика нет, наверное, в этой лекции. Мы вот теперь, начиная с 94-го года, с 92-го года, мы на самом деле можем наблюдать, как двигаются отдельные звезды в центре нашей галактики. И действительно, такая вот замечательная штука, мы видим, одна из звезд, она довольно близко находится, она там за 10 примерно лет, за 12, по-моему, сделала уже оборот вокруг черной дыры, и вот прямо люди ее отслеживали все это время, построили орбиту, и поэтому у нас есть очень точные оценки массы черной дыры теперь, потому что это очень детальное наблюдение. Но саму дыру мы в неком смысле не видим. Действительно, она очень маленькая, и сейчас люди подобрались к разрешениям детали на снимке, это радиоизображение, детали на изображении не в три раза примерно больше размера ожидаемого черной дыры. То есть невидим, но это факт прямо установлен на наблюдение? Да, да. То есть, а квадраты это более крупные черные дыры? Да, существенно, что активно падает вещество. То есть, действительно, как правило, квазар крупнее нашей черной дыры, но у нас черная дыра мелкая, довольно-таки так понятно. Ну, окей, я про это детально говорить не буду, поэтому скажу сейчас. Масса нашей черной дыры 4 миллиона масс Солнца. Самые тяжелые черные дыры, которые мы сейчас знаем, это 20 миллиардов масс Солнца. То есть, очень большой разрыв. Типичные массы черных дыров в квазарах – это 100 миллионов масс Солнца. То есть, масса в данном случае не самый критичный параметр, критично, сколько вещества течет. Поскольку мы видим не саму черную дыру, конечно, это очень важно понимать, мы видим всегда вещество вокруг. И если у вас есть довольно тяжелая дыра, есть много вещества, вещество, падая в черную дыру, закручивается в диск. И мы видим этот диск. Он становится иногда горячим, но иногда он все равно разогревается, он много излучает. Ну и да, если вещества много, оно выбрасывается в виде струй, что, как правило, связано с тем, что течет очень много и все не помещается. Дырочка маленькая. Квазар все-таки это совсем по определению, если придираться к определению. Это действительно само активное ядро галактики. В неком смысле в комплексе, но джеты, они могут быть большие. У них там размеры могут быть миллион световых лет. Такие вот рекорды. Нет, у квазаров мы видим диск все-таки. Есть экстремальные объекты, называются блазары. Вот блазары, они очень яркие, экстремально яркие. Квазары, ну, можно сказать так, в популярной книжке так можно сказать. Потому что джет направлен на нас, действительно. Но вообще говоря, квазар сам по себе, он в принципе может быть и без джета. Такое можно придумать, все равно объект будет классифицирован. Но нет, это ко мне продерутся. Окей, он может быть без видимого джета, он только в радиодиапазоне будет, этот джет. Важен для радиодиапазона. Ну, и да, и нет. То есть магнитное поле может создаваться в продаже. Ответ точный мы не знаем. То есть магнитное поле в джете есть, но оно, например, целиком может создаваться вот этим движением вещества в диске, и это создаст поле. Ну, так в Востоке текут здесь, и поэтому поле-то будет наружу вытягивать. Да, вот. Ну, поле важно, но, как сказать, вообще джет можно сделать без магнитного поля. Вот что существенно. Оно, как правило, там присутствует, но оно может быть динамически неважным. Это атрибут черной джеты или самого диска? Диска. Потому что, например, мы видим джеты, ну, вот я даже отщелкаю назад, вот, ну, тут он не совсем джет, но такие выборы. Есть прямо джеты из молодых образующихся звезд. Все описывается, ну, почти что такой же моделью. То есть они, это очень масштабированная задача. Тяжелый центр, течет и вещество закручивается в диск, всегда возникнет джет. Там более сильный, менее сильный, но в этом смысле джет скорее атрибут диска, да. Окей. Да, конечно. По поводу этой картинки, значит, она же двумерной. Да. Вот эти рукава, как бы, не то что в одной плоскости, но вокруг одной плоскости. Действительно в одной плоскости, да. Да, это действительно так, но вот качественно на пальцах, степень сжатия, насколько галактика плоская, это насколько Млечный Путь узкий. То есть вот все небо и вот Млечный Путь, это толщина галактики. Но в реальных единицах галактика имеет характерный размер, диаметр в сто раз больше толщины диска. Действительно очень плоская штука, как стол, примерно. Окей. Забавно, что сто лет назад люди не знали, не были уверены, что существуют другие галактики. Повторюсь, все звезды, которые видно на небе невооруженным глазом, это звезды нашей галактики. Но даже если вы пойдете и купите себе телескоп, все звезды, которые вы в него увидите, это будут звезды нашей галактики. Даже если вы пойдете и купите себе очень дорогой телескоп, который могли существовать сто лет назад, то все равно это будут звезды нашей галактики. Далекие галактики вы будете видеть туманными пятнами. И еще сто лет назад люди спорили, даже про близкие галактики, про туманность Индромеды, самая близкая крупная галактика, это отдельная галактика или нет. И только в 20-е годы 20-го века удалось доказать, что это другие звездные системы. И галактики в сравнении со своими размерами уже не так далеко разбросаны. Размер крупной галактики это 100 тысяч световых лет примерно, а расстояние между крупными галактиками это меньше миллиона световых лет. То есть до туманности Индромеды там 700 тысяч парсекла, там миллионов чуть побольше, 2 миллиона. Миллионы световых лет. То есть вообще говоря, если бы мы представили себе какую-нибудь цивилизацию, которая может очень лихо перелетать отсюда сюда, то скорее всего этой цивилизации уже ничто не мешало бы летать в соседней галактике. Вот это будет более простой задачей, чем научившись летать на Марс, научиться летать на ближайшие звезды. То есть вот это самый такой сложный технологический скачок, который перед человечеством существует. Основные типы. Астрономы очень простые люди, они обычно считают до трех. Не в том смысле, что дальше стреляют. Но, например, элементы они делят так. Есть водород, гелий и металлы. Ну и так много чего есть. Вот галактики есть эллиптические, спиральные и неправильные. Ну на самом деле там есть небольшой зоопарк, дисковые они могут быть. Дисковые есть с ярко выраженными спиралями, не с ярко выраженными спиралями. Но в принципе это действительно так. По-русски неправильные звучат как-то странно, по-английски звучат немножко лучше. Их называют иррегулярные. То есть галактики, не имеющие структуры регулярной. Есть два способа это сделать. Первый. Чем можно поломать галактику? Очевидно, другой галактикой. Вот две галактики, у которых, ну это еще хоть как-то видно, что спираль, но она начинает портиться. А вот здесь совсем что-то странное. Они действительно в пространстве близки друг к другу. И свои гравитации начинают друг друга корежить. И поэтому становятся неправильные. Но могут совсем потерять форму. Но галактики вообще сливаются. Мы в каком-то будущем сольемся с туманностью Андромеды. Такой длительный процесс. Он уже... Можно перебьем? Теория разбегающегося. А, да. Ну давайте я сейчас коротко отвечу. Вселенная действительно расширяется. Но это процесс, который доминирует в большом масштабе. В маленьком масштабе у вас разные силы могут остановиться. Ну или уже остановили. Но Вселенная расширяется. Да, вот туда расширяется. Туда посередине есть моя голова. Моя голова не расширяется. Мне иногда кажется по-другому. Но это не от этого. Я знаю. Здесь электромагнитные силы остановили. Гравитация точно так же может остановить этот процесс. Луна не удаляется от Земли из-за расширения Вселенной. Земля не удаляется от Солнца. И, соответственно, компактные группы галактик, они действительно называются группы или скопления галактик, это более крупное образование, они уже схвачены гравитацией. И здесь гравитация победила. Поэтому даже если Вселенная будет бесконечно расширяться, скопления галактик, они останутся как есть. Или даже будут уплотняться. Поэтому действительно туман Сандромеды на нас падает. И через несколько миллиардов лет совсем упадет. И потихоньку мы сольемся. Более хитрый вот такой случай. Это Большое Магелланово облако. Вот явно неправильная галактика. Почему галактика неправильная? Здесь вернемся к вопросу, что такое планета, которую обсуждали вначале. Чтобы объект в Солнечной системе назвали планетой, он должен удовлетворять двум требованиям. Первое. Он должен быть один на своей орбите. Он должен быть достаточно массивным, чтобы очистить свою орбиту, свою гравитацию от других тел. Такое понятное требование. Планет не должно быть много. А другое требование состоит в том, чтобы объект был круглый. Оно немножко по-другому формулируется, но сводится к тому, что объект должен быть круглый. В чем проблема? Вот мы берем стул, выкидываем его в космос, пролетаем через миллион лет. Что мы видим на месте стула? Стул. Ну, он там пробит метеоритами в двух местах, но в принципе стул. Усложняем задачу, вызываем там, не знаю, Дмитрия Рогозина, даем ему много миллиардов рублей, говорим, надо сделать стул размером 10 тысяч километров и запустить в космос. Проект реализуем. Прилетаем через миллион лет. Что мы видим? Мы видим шарик. Потому что вот у стула где-то есть центр масс, я думаю, где-то тут. И вот эту ножку тянет к центру масс, и вот эту тянет к центру масс. Ее и сейчас тянет к центру масс, но очень слабо. Поэтому электромагнитное взаимодействие вещества в этом стуле препятствует сжатию. Но если у него будет размер 10 тысяч километров, он будет достаточно тяжелым. И металл не выдержит. Он действительно начнет сжиматься. И все будет притягиваться к этому центру, и все сожмется в шарик. Металл в астрономическом смысле, то есть дерево. Нет, ну, в данном случае это же не дерево. В астрономическом смысле, ну, это правильный вопрос. В астрономическом смысле есть три основных материала. Это лед, камень и действительно металл. Но цельнометаллических планет, в общем-то, не бывает. Металла мало, поэтому остается для крупных объектов камень и лед. Пределы, поэтому, немножко разные. Лед проще, естественно, сжимать. Ну, предел примерно, проходят по радиусу где-то километров 500. То есть можно увидеть спутники планеты или астероиды с размерами там 100 километров и довольно причудливой формы. То есть за 4,5 миллиарда лет гравитация их не сложила в шарик. А все объекты размером там 500 километров, они уже все круглые и красивые, начиная от крупных астероидов. Ну, Церера, она тоже теперь карликовая планета. Там Плутон, карликовая планета и Плутон. Все видели фотографии с New Horizons недавно. Он действительно такой круглый, красивый. Вот планета круглая не случайно, просто потому что гравитация действует симметрично во всех стороны. И когда ее много, она действительно все складывает в шарики. Это единственное, что она умеет лепить. Если там вы где-то увидите планету в кубической форме, значит, ее сделал кто-то. А не... Причем сделал недавно. Гравитация ее еще не успела покорежить. Так вот, возвращаясь к чему я все это начал. Вот эта галактика просто недостаточно тяжелая. Здесь, конечно, другие масштабы. Сила все равно та же самая, гравитация. Но масштабы меняются. Большой Магелланов облако – это наш карликовый спутник. Мы со временем его поглотим. Он станет частью нашей галактики. Это довольно... Если с туманностью Андромеда мы сольемся, то в данном случае мы ее поглотим. Знаете, когда красная шапочка приходит, видит волк, говорит, шапочка, есть два варианта – слияние или поглощение. Вот. Ну, в данном случае, если тяжелое, то слияние. Если легкое, значит, поглощение. Хорошо. Следующий факт, он уже не в пространстве, а во времени. До этого мы шли все время по увеличивающимся масштабам, дошли до близких галактик. Но вернемся снова на маленькие масштабы, поговорим про экзопланеты. Их начали открывать совсем недавно. Периодически, рассказывая лекции в какой-нибудь аудитории, где студенты школьников, их начали открывать недавно, в 95-м году. И понимаешь, что никто из аудитории не родился в 95-м году. И они мне не верят, что это недавно. Но действительно, планеты начали открывать недавно, в 90-е годы. Сейчас мы их знаем много. Наконец-то я исправил вот это число. Оно все время меняется, но более 2000 планет и более 20 тысяч кандидатов. Это хорошая оценка. Ее я смогу долго не менять. В некоторых случаях мы действительно видим планеты. Вот эту картинку вы уже видели. Вот планета. Это в разное время снято. То есть действительно она полоборота сделала вокруг своей звезды. В редких случаях, в нескольких десятках случаев, когда у нас есть прямое изображение планеты, по большей части мы не видим планеты. Но мы можем определять их присутствие двумя основными методами. Вообще методов пять, но нас интересует два. Первый метод. Всякие социологи говорят нам, что если вы подойдете на улицу к человеку и спросите, что вокруг чего вращается, Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, то треть людей вам скажет, что Солнце вокруг Земли, две трети скажут, что Земля вокруг Солнца. Но мой опыт говорит, что если вы зададите этот вопрос какому-то сообразительному школьнику, он вам скажет, что они крутятся вокруг общего центра масс. Наверное, просто социологи не знают этого варианта и не включают в свои вопросы. Но это правда. То есть действительно, есть более удивительный факт, Земля, очевидно, вас притягивает, поэтому вы не улетаете в космос. С какой силой вы притягиваете Землю? Точно такой же, конечно, по третьему закону нет. Просто Земля гораздо тяжелее, поэтому мы думаем, что это вот она нас притянула. Ясно, что если едет КамАЗ, ему в стекло влетает муха. То нельзя говорить, что они ударили друг друга с одинаковой силы. Хотя это правда. Просто эффекты разные. Так вот, звезда и планета крутятся вокруг общего центра масс. Планету мы не видим, мы видим звезду. И мы будем видеть, что полпериода звезда от нас удаляется, а полпериода приближается. И вот это можно мерить с фантастической точностью. То есть сейчас точность... Я вам продемонстрирую, какая точность. Мы вот такую скорость можем мерить. Примерно 30 сантиметров в секунду скорость. Да, по эффекту Доплера. Но удивительно даже не то, что мы 30 сантиметров в секунду можем мерить, а то, что мы можем делать это стабильно в течение нескольких лет. То есть вот люди до 95-го года не умели делать это долго. Потому что если планета крутится долго, нам нужно сегодня померить скорость, завтра и через 5 лет померить скорость. И так, чтобы у нас ошибочка никак не менялась. Вот это очень трудно сделать. То есть я могу время лекции отмерить с точностью до 1 секунды. Но я не могу с точностью до 1 секунды промерить 10 лет. Потому что часы будут непредсказуемо ошибаться на большом промежутке времени. Так вот, первый способ открытия планет – это видеть, как звезда тоже крутится вокруг общего центра масс. Это относительно просто, если звезда спокойная, и планета массивная одна. А если планет массивных много, то звезда, конечно, совершает очень сложное движение вокруг центра масс всей системы. Если еще сама звезда там немножечко пульсирует, или на ней появляются, исчезают пятна, все это будет очень сильно мешать. Но, тем не менее, таким способом несколько сот планет открыто. И это довольно надежный способ. Второй способ связан вот с чем. Называется он транзитный метод обнаружения планет. Если мы смотрим на планетную орбиту точно с ребра, что, конечно, происходит в редких случаях, но происходит, то мы видим, как темная планета проходит по яркому диску звезды. То есть мы измеряем блеск всего диска. Вот тут я помещаюсь, помещаюсь. Вот представьте, опять-таки, что экран для вас сливается в одно яркое пятно. Вы никаких деталей, никаких буквок не видите, просто измеряете, сколько он светит. И вдруг вы видите, что совсем немножко экран потемнел. А вот он опять стал таким же светлым, как и раньше. Вот теперь опять он потемнел. Если этот процесс повторяется периодически, и вы наблюдаете звезду, а не экран, то значит, что-то темное вращается вокруг звезды. И что вы можете померить? Вы можете померить, насколько размер этого темного пятна меньше размера самой звезды. То есть таким способом вы определяете радиус планеты. Ну и, соответственно, если это не подходит под планету, вы говорите, что это какая-то там очень маленькая звезда, или бурый карлик, или еще что-нибудь. Но это сейчас основной способ открытия планет, благодаря тому, что именно им открывает планета спутник Кеплер. Ну, лучше сказать, открывал спутник, уже основную программу закончил. Но осталось большое количество архивных данных, которые продолжают обрабатывать, и поэтому он чуть не каждую неделю сообщает об открытии какой-нибудь интересной планеты. Какой процент планеты в системе подраивает? То, что мы видим, ребрость очень мало. Да, ну, соответственно, так, на пальцах. Кеплер наблюдал примерно за двумя сотнями тысяч звезд, и у него примерно 10 тысяч планетных систем кандидатов. То есть, да, даже меньше процента, но... Все планеты в системе кисточки бывают? Нет, бывают планетные системы, где планеты выведены из плоскости, их довольно много. Это связано с тем, что планеты взаимодействуют друг с другом. И заставляют сильно менять орбиты. Если они в диске, они только в этом диске взаимодействуют. Но, окей. Возлучения были в начале? В начале планеты образуются, и действительно, примерно все ложатся в диск. Но если орбита чуть-чуть была наклонена, то всегда важно, чтобы чуть-чуть было за что зацепиться. Если чуть-чуть было за что зацепиться, и есть другая массивная планета или звезда, то она будет воздействовать на эту орбиту и может ее повернуть. При этом будет меняться вытянутость орбиты. Очень интересно, опять же, молодежи рассказывать. Вот красиво называют этот эффект Лидова-Казаи. И очень хорошо им говорить, что планетную орбиту или плющит, или колбасит. А где центр масс, вокруг которого Земля и Солнце? Земля и Солнце, он глубоко внутри Солнца. Но если мы про всю Солнечную систему говорим, то там важен Юпитер. И центр масс Солнечной системы лежит даже вне Солнца. Юпитер, он там в тысячу раз примерно легче, чем Солнце, в несколько сотен раз. Ну и, соответственно, просто нужно расстояние от Солнца до Юпитера разделить в соответствующие пропорции, как в правиле рычага, и найти этот центр. Он чуть-чуть оказывается снаружи Солнца. Окей. Это действительно очень большое открытие. И сейчас мы знаем, что по большей части звезды имеют планетные системы. Другое дело, почему это было все-таки важным открытием. Ведь то, что вообще другие планеты существуют, люди подозревали давно. Вот там ходил Джордан и Бруно. И всем надоедало рассказами о том, что существуют другие планетные системы. Но одно дело думать, что они существуют. Другое дело действительно открыть. Но когда их открыли, оказалось, что Солнечная система не самая типичная. Это вот довольно необычно. То есть все-таки люди столетиями пытались объяснить, построить физическую теорию образования Солнечной системы. И думали, что все те же законы должны работать для других планетных систем. Оказалось, что другие планетные системы могут быть очень разными. Например, самые часто встречающиеся планеты, так называемые сверхземли, их вообще нет в Солнечной системе. Есть планетные системы, где большие планеты находятся очень близко от своих звезд, где они не могли образоваться. Значит, они мигрировали по планетной системе. У нас тоже большой такой миграции не было. Это, в общем, из-за этого очень интересная наука. То есть не только из-за того, что это недавно начали открывать, и поэтому люди еще снимают сливки, открывают что-то такое новое и интересное. Но потому что действительно там есть много неожиданных вещей, которые даже какие-то продвинутые теории по большому счету не предсказывали. Окей. Ну и у нас остался последний кусочек, связанный с космологией. Я так понимаю, спасибо за вопрос, но из-за этого я немножко медленнее, чем планировал, двигался. Вот у нас осталась космологическая часть, и мы быстренько по ней пробежимся. Очень важный факт состоит в том, что Вселенная расширяется. И из-за этого, в принципе, можно придираться, но почти автоматически следует утверждение о том, что Вселенная имеет конечный возраст. То есть, естественно, если она расширяется, она когда-то была меньше, но вы не можете тянуть это до нуля. Ну, в смысле, до нуля-то вы можете это тянуть, но вот и все. Вселенная расширяется, и поэтому она имеет конечный возраст. Это страшно важный факт. И возраст Вселенной не такой большой. Это 13,7 миллиарда лет. Возраст Солнечной системы 4,5 миллиарда. Это сравнимые величины. То есть, действительно, там есть звезды, которые на миллиард лет старше Солнца, на 5 миллиардов лет, а вот звезд, которые на 10 миллиардов лет старше Солнца, просто нет. И нет ничего, что на 10 миллиардов лет старше, чем Солнце, например. То есть, нет никакой элементарной частицы, возраст которой составлял бы, скажем, 14 миллиардов лет. Просто потому, что когда-то не существовала Вселенной. Как мы ее знаем? Это очень важно. Вот нашей Вселенной. Что было вначале, мы не знаем. Я об этом говорить не буду, потому что наука пока не в курсе дела. Но мы знаем, что Вселенная вначале была более горячей и плотной. Это прямой наблюдательный факт. То, что Вселенная имеет конечный возраст, иллюстрируется очень забавной штукой, парадоксом Ольберса. И я вот всем посоветую. Есть такая книжка Владимира Решетникова «Почему небо темное?». Одна из лучших, на мой взгляд, такая недостаточно оцененная популярная книжка, написанная на русском языке за последние несколько лет. Есть факт «Ночью темно». Факт, на самом деле, удивительный. Потому что, смотрите, если вы живете, например, в XVIII-XIX веке, вы такой продвинутый, прогрессивный человек, вы, значит, не верите ни в какие сказки, что 7 тысяч лет назад все это образовалось, соответственно, вы живете в бесконечной Вселенной, и вы находитесь не в центре. Это очень важно. Это вот нормальный такой рационалистический взгляд. Вы находитесь в бесконечной Вселенной, которая везде устроена примерно так же, как здесь. Называется Киперниканский принцип. Если здесь есть звезды, значит, они есть везде. То есть мысленно вы помещаете себя во Вселенную, в бесконечную, заполненную звездами. Но если это так, то тогда не будет никакой темной ночи. Потому что, смотрите, если есть бесконечный, редкий лес, вот он редкий, как в Гарри Поттере этот заколдованный лес, но если он бесконечный, вам завязали глаза, толкнули и вы побежали, где-то вы все равно вбежите головой в дерево. Он бесконечный. Число деревьев бесконечно. Поэтому, если Вселенная бесконечно заполнена звездами, ваш взгляд где-то обязательно упрется в звезду. И темного кусочка неба просто ваш взгляд не найдет. Но вот это люди в XVIII веке... На самом деле, понимать это начал еще Кеплер в XVII веке, но как парадокс это было сформулировано в XVIII веке, и это означает, что звезды должны где-то заканчиваться. Тогда людям было проще отказаться от принципа, что Вселенная везде одинакова. То есть проще было сказать, что мы живем в галактике, здесь есть звезды, а потом галактика заканчивается, и дальше пустота. Но оказалось, что есть более красивый ответ. Мы смотрим на близкие звезды, видим их такими, какими они были 4 года назад. Смотрим на более далекие звезды, видим их такими, какими они были 100 лет назад. Смотрим на Туман Синдронеды, видим ее такой, какой она была пару миллионов лет назад. Но вы не можете видеть звезду такой, какой она была 14 миллиардов лет назад, потому что не было звезд. Мы смотрим в прошлое, и звезды заканчиваются не в пространстве, а во времени. Вселенная может быть бесконечной, она могла сразу возникнуть, бесконечной, такой красивой. Потихоньку вся заполнилась звездами, но свет от самых далеких звезд просто до нас не дошел. И поэтому у нас есть темное небо. То, что Вселенная эволюционирует, мы можем моделировать. Давайте посмотрим, как это выглядит. Здесь показано моделирование крупномасштабной структуры. То есть каждая точечка здесь – это крупная галактика в итоге. Начинается все это в момент появления первых звезд примерно и останавливается в наши дни. Давайте еще раз запустим. Вот в начале никаких звезд еще нет, никаких галактик нет. Вещество распределено, но где-то его немножко больше, где-то немножко меньше. То есть игра простая. Вы написали компьютерную игру, у вас есть персонажи, они совершенно идентичные. Вы даете им какие-то суммы денег, но даете им всем разные. Потом запускаете какую-то такую простую экономическую игру, вот совсем простую. Там что-то очень простое происходит. Но в простой игре богатые в среднем будут становиться богаче. И у вас будет образовываться структура. Во Вселенной действует гравитация. И из этих маленьких флуктуаций плотности быстро начинают образовываться крупные образования. Все это происходит на фоне расширения Вселенной. Правильно спрашивали. Но вот образовалось сверхскопление галактик. Все. Гравитации много. Плотность вещества большая. Эта штука отцепилась от расширения Вселенной. И эта область сжимается. Она будет сжиматься дальше. То есть можно это компьютерное моделирование гнать дальше, в будущее. И люди этим активно занимаются. Пытаются это определенным образом связать с наблюдениями. То есть мы действительно можем это моделировать. И поскольку мы смотрим в прошлое, мы можем это проверять. Не как фильм. Мы видим такую нарезку по кадрам. Ну вот, например, что мы видим. Вот этот квадратик, он здесь отзумлен. Красные точки – это очень далекие галактики. Мы их видим такими, какими они были, когда Вселенной было меньше миллиарда лет. Они в пространстве расположены близко друг от друга. И сейчас, где-то далеко-далеко, они образовали скопление. Но в этот момент они его еще не образовали, времени не хватило. То есть, возвращаясь к этому моделированию, давайте я его попробую запустить и остановить. Вот мы видим их примерно... Нет, ну чуть подальше, там 5,3, да? Смогу, ай, на 5,3 не остановил. Ну, неважно. Вот формируется скопление галактик. Оно еще не доформировалось. Оно сформируется в будущем. Но мы, глядя в прошлое, можем все это наблюдать, чем активно и пользуемся. Другой важный факт. Из-за конечности возраста Вселенной и конечности скорости света нам всегда доступна для наблюдения конечная область. То есть вопрос о том, какой размер имеет наша Вселенная, какую форму имеет наша Вселенная – это хороший вопрос, но ответа на него, к сожалению, нет. Потому что, не самая лучшая аналогия, но лучше у меня нет. Вот вы стоите в лесу и вокруг туман, да, как ежик в тумане. Вот вы видите куда-то деревья, а дальше все, стена тумана. Вы знаете, что лес тянется дальше, но насколько дальше, вы не знаете. Можно там более драматично, вы заблудились. И может быть, значит, там вода, спасение, жизнь, я не знаю, охотники. Вот прямо в 100 метров туда пройти и все. Но вы не знаете, вот туда или туда, там окажутся волки наоборот. И непонятно. И мы находимся именно в такой ситуации. Мы находимся здесь, допустим. От этой галактики свет к нам дошел, от этой дошел, от этих еще не дошел. Свет на подходе. Поэтому всегда нам доступна конечная область. И, естественно, мы думаем, что Вселенная как минимум больше, чем эта область. Потому что мы вот здесь не видим никакого эффекта конца света. Мы не видим, что здесь далекие галактики как-то фантастически не похожи на то, что есть у нас. Или изображения начинают как-то искажаться. Поэтому Вселенная, конечно, как минимум больше, чем наблюдаемая область. Насколько больше, это вот предмет таких больших споров. Но по большому счету я бы сказал, что получить эту величину точно невозможно. Следующий факт, который немножко возвращает нас к звездам. Когда Вселенная образовалась, она была и начала развиваться. Она была горячей и плотной. Сейчас мы это знаем. Мы знаем это 50 лет. В этом году ровно 50 лет. Горячей и плотной означает, что там не существуют сложные объекты. Что воспето во втором Терминаторе, когда в конце грустный Шварценеггер опускается в расплавленный, не знаю там что, чугун, сталь. А почему он туда опускается? Потому что там горячей и плотной. Ему нужно разрушить сложную структуру, которая есть у него в голове. Или где там эта микросхема у него стояла. Не знаю. Соответственно, в начале существования Вселенной не только не было там Шварценеггеров, Терминаторов, микросхем. Любая мыслимая структура разрушалась. В том числе и ядра атомов. То есть вот Вселенная родилась, начала расширяться, она горячая и плотная. Нет еще никакой таблицы Менделеева. То есть некому присниться. Вы знаете, что таблица Менделеева вначале приснилась Пушкина, но он ничего не понял. Потихонечку Вселенная расширяется, остывает, становится менее плотной. Появляются протоны. Появились протоны, значит появился водород. Если вы видите, что вот этот цвет не такой, как этот, у вас хорошее цветовосприятие. Итак, первый элемент, который появился у Вселенной – водород. Вот он написан, в Большом взрыве появился. То есть сам по себе. Появились протоны, появились нейтроны. Теперь, казалось бы, вы можете играть в конструктор. Все ядра состоят из протонов и нейтронов. Но вот берите и складывайте. Вселенная выглядит как недра звезды. Она горячая и плотная. И вы можете запустить эти термоядерные реакции. И они запускаются. Но проблема в том, что у вас времени очень мало. Вселенная расширяется быстро, и времени у вас 2 минуты примерно на всю эту игру. И мир устроен так, что образуется из водорода и нейтронов только гелий. Все остальные элементы возникли позже. И единственное место, где в большом количестве могут возникнуть важные для нас элементы, из которых мы состоим. Из каких элементов мы состоим? Куда надо посмотреть, чтобы узнать, если у вас ребенок спрашивает, куда посмотреть, с чего мы состоим? Нужно взять баку витаминок. Там написано, что мы состоим. Примерно. А что там нет, не написано. Лучше не принимать. Прямо так ребенку и сказать. Не написано на витаминке мышьяк. Не надо есть. Но тем не менее, все элементы тяжелее геля возникают позже, возникают в звездах. Так или иначе. Вот этот коричневатый цвет, это маленькие звезды, которые не взрываются. Вот этот, не знаю, какой, кремовый цвет, большие звезды, голубоватый, серо-голубой цвет, это взрывы сверхновых. То есть все химические элементы, кроме водорода и гелия, возникают в звездах. Химический состав Вселенной постоянно меняется. Первые звезды, которые возникли, состояли из чистого водорода и гелия, и мы очень хотим их найти. Потому что если могли образовываться легкие звезды, то мы говорили, они живут долго, и они должны были дожить до наших дней. То есть где-то в галактике должны летать маленькие звезды, состоящие из чистого водорода и гелия. Потому что возникли из самого-самого первого вещества. По этой таблице получается, что платин он только сверхновый. Ну, фактически, да. Ну, золото и платин, на самом деле, есть еще один красивый процесс, я о нем не говорил. Сейчас он считается, как минимум, сравнимым поставщиком этих элементов. Это слияние двух нейтронных звезд. Но все равно должен быть катастрофический процесс с взрывным выделением большой энергии, чтобы там было много нейтронов, много лишней энергии для реакции. И действительно, там золото, платина возникают только в таких процессах. А это взрывается никак? Вот. Соответственно. Если мы посмотрим, значит, на себя, то мы состоим... Ну, вот там даже золото есть, да? Мы состоим из вот этих элементов. То есть каждый элемент в нашем теле побывал внутри какой-то звезды. Каждый атом в нашем теле побывал внутри какой-то звезды. Потому что больше ему негде было взяться. Ну, может быть, какой-то там завалящий атом водорода у вас в теле не побывал внутри какой-то звезды, но вряд ли. И это очень важно. Солнцу 4,5 миллиарда лет, а Вселенной 13,7. То есть когда-то было первое вещество, чистый водород и гелий. Начало сжиматься, возникли первые звезды, взорвались, сбросили вещество. Цикл пошел дальше. И до Солнца он успел прокрутиться несколько раз. Вот на этих этапах образовывались тяжелые элементы. Вот на этом этапе они выбрасывались обратно в среду. И Солнце это звезда уже там сильно не первого поколения. Ну так, опять же, астрономы вы запомнили как, да? Астрономы выделяют, конечно, три поколения звезд. Это самые первые звезды из чистого водорода и гелия. Звезды, которые образовывались, когда образовывалась наша галактика. И звезды типа Солнца. То есть последние 12 миллиардов лет в галактике рождаются звезды одного поколения. Солнечного. Астрономы очень... А известно, сколько циклов? В принципе, я думаю, что... Ну, примерно, да. Должно быть известно. Я не... Это зависит от всяких предположений. Тем более, оно все-таки перемешивается. То есть надо понимать, что вот это все выбрасывается в галактику, которая вращается, там перемешивается вещество. У вас там вот здесь взорвалась сверхновая, а здесь две. А потом вещество смешалось. И поэтому... Можно доказать, что золото, например, оно было в одной сверхновой? Или в одной сверхновой? Нет. Нефть. Это все-таки это смесь уже. И мне кажется, что нет. Сенсор 50. Так что здесь все уже как в золотой антилопе. То есть уже свои монеты от чужих уже не отличить. Так что действительно существует такой важный космологический процесс. Это постоянный процесс изменения химического состава Вселенной. И... Да, конечно. А что заставляет из этой связанной пыли вы будете все эти элементы помещаться в гравитарную степень? Гравитация. Гравитация. Все равно тут вот. Все-все гравитация, да. Космический масштаб, полная неопределенность, и вы берем с оборудованием с оборудованием? Не, ну, с какого-то момента начинается геология, конечно. Когда мы до уровня месторождения добираемся геологии, я, естественно, про это ничего не знаю. Но, в принципе, у вас, да, вот у вас слетают облако газа и пыли, есть критический размер. Если оно дожмется до этого размера, то оно начнет схлопываться. Вот поэтому, кстати, в спиральных рукавах больше образуется звезд, там есть чем дожать. Взрываются сверхновые, и у вас ударной волной может поджать облако, и оно это стимулирует, как триггер такой сработает, заставит облако начать сжиматься. После этого оно образует звезду, там в диске вокруг звезды начнут образовываться планеты. Ну, а дальше начинаются мелкие детали геологии, когда там что-нибудь бурлит, всплывает, опускается. Но вот про это я, к сожалению, ничего не знаю. По крайней мере, не настолько, чтобы рассказывать это на публике. Окей. Ну, и остался последний кусочек. Мы состоим из того, что написано на витаминке, из чего состоит Вселенная. Вселенная состоит, бог знает, из чего, из совсем другого. Вы неоднократно, наверное, видели такой космологический пирог. Это то, из чего состоит Вселенная. Вещество типа звезд – это 0,4%. Вообще протоны и нейтроны, то есть обычное вещество. Обычное вещество – это протоны и нейтроны. Плюс электроны, но они для электрической нейтральности, для запаха. А? Ну, и все, они по массе почти ничего не вносят, они очень легкие. Но все равно. Но вот обычное вещество – это протоны, нейтроны и электроны. Там есть много всяких других замечательных частиц, но их реально просто мало. Это примерно, там, любят говорить, 5%. Как-то на РБК была замечательная новость. Меня всегда очень радует, когда это все-то доводят. Ученые доказали, что когда-то Вселенная состояла всего из пяти атомов. Так вот интересно все преломилось. Я-то не обычно не говорю, я-то не говорю, я-то не знаю. Вот. Нет, там, по-моему, было, я не помню, чьи. У нас замечательная новость. Окей. Все остальное – это необычное вещество. Первым появилась идея о темном веществе. Ну, иногда говорят «темная материя», но это просто калька. Темное вещество. И большая часть – это темная энергия. И вот остаток лекций, я о них немножко поговорю. Откуда появилась идея о темном веществе? Появилась она в 30-е годы. Благодаря замечательному человеку Фрицу Цвекке. Есть скопление галактик. Мы о них немножко говорили. Вот у нас галактики. Мы можем мерить их скорости в скоплении. Вот, на самом деле мерить, по эффекту Доплера. Мы померили скорости. И с удивлением увидели, что галактики имеют очень большие скорости. Чтобы они не разлетались, а мы видим, что скопления не разлетелись за 10 миллиардов лет, а наоборот кучкуются. Должна быть какая-то масса, чтобы она их удерживала. То есть вот скорость молекул воздуха в этой комнате какая примерно? На что похоже должна быть? На скорость звука. Конечно, скорость звука 30 метров в секунду, это уже все знают. Это примерно скорость молекул в этой комнате. Они очень быстро двигаются. То есть, если вы там прилетите на маленький астероид, вот куда помещается один стул, вы прилетели туда, открыли баллончик с кислородом и думаете, что будете сидеть его нюхать. А если у него температура, как здесь в комнате, у них скорость 300 метров в секунду. И они с огромной скоростью улетучатся с вашего маленького астероида. Чтобы их удержать, нужна большая масса. Нужна массивная планета. На маленькой планете вы не можете надуть себе атмосферу. Вам придется, чтобы постоянно там дуло. Так вот, галактики в скоплении не разбегаются. Значит, какая-то масса их держит. Что может ее составлять? Мы можем пересчитать все галактики в скоплении. И прикинуть их массу. И не хватит сильно. Не хватит там ни в 2-3 раза, не хватит в десятки раз. Это Цвики понял в 30-е годы и сказал, значит, в скоплениях есть какое-то темное вещество. Он думал, что оно обычное, состоит из протонов-нейтронов. Ну, что это может быть? Какой-нибудь пыль, кирпичи, черные дыры. Все что угодно. Вот что вы можете придумать из обычного вещества, что не светится. Просто холодный газ. Много что можно напихать. Но так появилась идея о том, что должно быть темное вещество, потому что скопления не разлетаются. Или действует не гравитация. Или действует не гравитация. Или гравитация действует не так, скажем так. И гравитация действует, но в микрофизике точно придумывают новые заряды, новые взаимодействия. Ну вот есть еще, ну вы правы, но сейчас осталась самая популярная альтернатива темной материи. Это все-таки модифицированная гравитация. Там действительно закон всемирного текотения, кореш. Популярная среди астрофизики. Ну она и так, она в новостях постоянно. Модифицированная неютношеская динамика постоянно в новостях. Ну да, ладно, я не те новости, что я согласен. Вот, да, сейчас, это вот эта картинка. Не, доберемся, мы в эту сторону доберемся. Сейчас эта аргументация стала еще сильнее. Вот это рентгеновское изображение скопления галактик, там много горячего газа. Он горячий, у него температура 30 миллионов градусов. Поэтому там атомы водорода двигаются не со скоростью 30 метров, 300 метров в секунду, а гораздо быстрее. И все равно не разлетаются. То есть есть очень серьезная проблема, чем-то надо удерживать вещество в пределах скопления галактик. Другая, вот о чем говорит Валерий. В Солнечной системе какая планета быстрее крутится вокруг Солнца? Меркурий или Плутон? Паленея и Плутон. Вот прямо вот двигается вокруг Солнца, да, в километрах в секунду. Меркурий, конечно. Чем ближе, тем быстрее. Потому что вся масса в Солнце, оно все крутит. Чем ближе, тем быстрее крутит. Если в галактике все так же, то мы двигаемся дальше от центра галактики, и скорость вращения, это расстояние от центра, это скорость. Скорость должна спадать. Хорошее предсказание. Померили. А померили вот так. Она вообще никуда не девается. Значит, масса в галактике не сосредоточена в видимом веществе. Вот мы ушли уже туда, где звезд мало. А скорость не меняется. Значит, есть в галактике тоже какое-то невидимое вещество. Это очень серьезная проблема. Потому что вам нужно объяснять и масштаб скопления галактики, а это миллионы световых лет, и масштаб галактики, а это десятки тысяч световых лет. Это очень трудно сделать одной моделью. Но оказалось, что это можно сделать, если предположить, что есть какой-то вид элементарных частиц, который очень плохо взаимодействует с обычным веществом. Ну, это нередко, из таких частиц много. И второе требование – их много. То есть это означает, что через нас, вот как через нас непрерывно, никого не волнует, что через вас сейчас проходят радиоволны. Волнует, да? Ну, окей. Но они проходят. Причем с этим ничего нельзя сделать, они изначально существовали там с момента рождения Вселенной. То есть дело даже там не в сотовых телефонах, ни в чем они всегда были. Но вот через нас проходят радиоволны. Обычно, в общем, люди как-то с этим смиряются. Через нас пролетают нейтрины. Но с этим тоже, в конце концов, люди смиряются. Если есть темное вещество, через нас непрерывно пролетают частицы темного вещества. Но с этим тоже придется смириться. И они очень плохо взаимодействуют сами с собой. То есть вы не можете из них сделать галактики. Галактики из темного вещества. Если они плохо взаимодействуют друг с другом, они плохо сложатся в кучу. Вы понимаете, легко объяснить ребенку, вот из снега можно слепить шарик, а вот из воздуха вы не сможете слепить шарик. Если они плохо взаимодействуют сами с собой, то они должны, как действие на гравитацию, очень компактные объекты туда свалить? Нет, все равно, потому что, смотрите, почему очень трудно попасть внутрь черной дыры? Потому что, почему очень трудно, если мы захотим запустить аппарат прямо на Солнце, чтобы он упал туда, это будет самый дорогой космический проект за всю историю человечества. Потому что очень трудно упасть на Солнце. Вам нужно будет, мы крутимся вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду, нужно будет погасить всю эту скорость и свалиться к Солнцу. Нужно будет избавиться от энергии и импульса. Если частица ни с чем не взаимодействует, она не может избавиться от энергии и импульса, им очень трудно скучиваться. Но у Земля узнавалось, что это субъективно взаимодействие? Да, но потому что обычное вещество может остывать. И оно энергию просто излучает. Вот у вас когда начинается сжатие газа и пыли межзвездного, почему оно сжимается? Ведь при сжатии газ нагревается. Все помнят. Газ нагревается, но есть излучение, которое уносит эту энергию. А облако темного вещества вы не можете просто так сжать, потому что нет никакого излучения. Разве не хватит, чтобы сжать? Если, ну смотрите, вот, когда вы сжимаете, вы включили, у вас есть облако темной материи, и вы, например, внутрь внесли массивное тело. То есть усилили гравитацию. Частица начинает притягиваться, но частица, когда она подходит ближе к массивному центру, она разгоняется. Чтобы она тут осталась, ей нужно избавиться от этой энергии. Ей нужно или столкнуться с чем-то в идеале, или как-то еще высветить эту энергию. Но если она не может ни с чем столкнуться, потому что она плохо взаимодействует, вы ставите там свинцовую стену, она пролетает через нее и улетает наружу, то вы не сможете это облако дальше сжать. Они так и будут, как такие пылинки, крутиться. Вероятно, потому что вокруг массивного объекта темного вещества больше, она выше, чем... Да, выше. Знаете, на три звезды, на три генера, оно должно быть больше, чем велико. Да, но эффект очень маленький. Плотность Земли должна быть другая. Правильно, но эффект фантастически маленький. Все правильно, но люди пытаются. То есть это предмет, да, таких длинных исследований. То есть когда люди это придумали, вот почти сразу возникла эта идея. И люди начали там смотреть, например, была проблема, там, а будет ли солнце горячее в центре из-за того, что там темное вещество очень детально исследовалось вопрос, не видный эффект. Там, Земля, можно ли не видеть? То есть и так про все. То есть это постоянно обсуждается, но пока все это пределы пределы. Как эти частицы вам в стандартной модели рассматриваются? В стандартной модели нет. В стандартной модели вот Хиггс последняя частица стандартной модели. Стандартная модель закончилась, все клеточки заполнились. Бозон Хиггса был последней частицей. Но расширений стандартной модели уже много. И кандидатов в частицы темной материи море. Более того, я про это не говорю, но уж сегодня скажу, просто я сегодня отрицательную рецензию писал на статье. Есть в принципе модели, которые обходятся без лишних частиц. То есть здесь есть один такой способ. Еще до того, как вы начали лепить гелий из водорода, вы можете вещество удивительным образом упаковать во что-то другое. Начиная там от маленьких черных дыр и заканчивая там какими-нибудь комочками кваркового вещества. Если вы это сделали удивительным образом, то эти комочки, они будут жить как частицы темного вещества. Но это не какие-то другие элементарные частицы, а что-то, что вы успели очень рано. Очень рано это одна миллионная доля секунды от начала расширения. Что вы очень рано успели упаковать. То есть вы как бы сами сделали эти частицы. Ну и из обычного вещества. Так тоже может быть. Но в это, повторюсь, верят единичные люди. И остальные пишут на них отрицательные рецензии. Окей. У нас есть очень хорошие прямые доказательства. Ну прямые по астрономическим меркам. Мы не можем проводить эксперименты. У нас есть очень хорошие доказательства существования темного вещества. Вот фотография, оптическая фотография. Вот скопление галактик. Видно, что их тут больше. И вот тут скопление галактик. Мы можем померить их скорости. Это удивительная вещь. Вообще, ну, понимаете, массивное скопление, массивное скопление. Они должны притягиваться друг к другу, падать друг на друга. Согласны? Для этой пары наблюдения показали, что скорости направлены наружу. Ваши идеи. Они, во-первых, далеко. Нет, они близко. То есть там масса точно хватает. Они сцеплены. Но они уже пролетели. Да. Они уже пролетели друг сквозь друга. Это очень интригиальная идея. Они уже сделали это колебание один раз. Они пролетели. Это очень важно запомнить. Так, двигаемся дальше. Это распределение вещества. Сейчас нет времени. Ну, мы можем просто измерить распределение массы. За счет эффектов общей теории относительности появляются очень красивые наблюдения. Искажаются изображения далеких галактик. Вот голубым цветом нарисовано распределение массы, чем бы она ни создавалась. Другими частицами, маленькими черными дырами, комочками странного вещества. Чем хотите. Кирпичами. Вот так распределена масса. Совпадать с распределением галактик. Теперь, накладываем рентгеновское изображение. Это горячий газ. Горячий газ сдвинут. Ну, давайте наложим все. Галактики, масса и сдвинутый газ. Газа очень много. То есть, вообще говоря, во времена ЦВИК именно он был кандидатом на роль темной материи. Сейчас мы объясняем себе это таким образом. Вот в этой анимации голубым цветом показано темное вещество, чем бы оно ни было. Важно, что оно плохо взаимодействует само с собой. О красном газ. Вот сталкиваются два скопления галактик. Газ с газом сталкивается. Возникает ударная волна. Там очень большие скорости. Там тысяча километров в секунду скорость столкновения. Больше скорости звука. А темное вещество проходит. Ну, в конце наложат то, что наблюдается. То есть, вот прям виден конус ударный. Выметался газ. Здесь он хуже виден, но тоже выметался газ. И мы видим, что основная масса каждого скопления состоит из чего-то, что свободно проходит сквозь саму себя. Сквозь такую же облаку. В принципе... Можно? Да, конечно. А так любое распределение плотности, как вещество, а так любое распределение, как друг другу пройдет. Зачем все это лишнее придумывать? Вроде бы и так в пространстве настолько мало материи, что... Смотрите, если вы его запихнете в звезды, во что-то компактное, то да, все пройдет. Но мы видим, сколько там галактик, мы можем их посчитать. То есть, чуть у три раза звезды мы там можем посчитать. И их не хватает сильно, их не хватает там больше, чем в 10 раз. Дальше можно было бы добавить вот этим газом. Но газом не получается, потому что он сталкивается и выметается из скопления. Значит, нужно добавлять что-то, что не звезды и не сталкивается. Повторюсь, то, что это новый вид элементарных частиц, это самая популярная точка зрения, но все-таки это гипотеза. То есть, все-таки это может быть что-то из обычного вещества, но вот очень специально упакованное. И упаковывать надо было меньше, чем за одну миллионную долю секунды в начале создания Вселенной. Но, в принципе, это не запрещено. Но более консервативная гипотеза, это очень важно. Вот черные дыры – это самая консервативная гипотеза, которая у нас есть для объяснения наблюдений. Темная материя – это самая консервативная гипотеза для того, чтобы это объяснить. То есть, всегда можно объяснить что-то каким-то удивительным способом. У меня вот любимый... Там, какого цвета моя рубашка сзади? Там, ну скажите, черный кто-нибудь, ради бога. Черный, окей. На самом деле, вы можете утверждать только, что когда я поворачивался к вам, она была черного цвета. Может быть, у меня рубашка сделана по загадочным причинам из инновационной ткани такой, которая, когда на нее не смотрит человек, меняет свой цвет. И вы ее никогда не увидите. Пока она увидит. Так вот, наверняка. То есть, в принципе, удивительные объяснения, они существуют всегда. Другой вопрос, что у вас есть выбор объяснений. И вы берете какое-то более рациональное. Вот темная материя кажется рациональным объяснением. Тяготение новой сущности никогда не является рациональной. Смотрите, вот проблема в том, что для того, чтобы это объяснить, вам все равно приходится изобретать новую сущность. Вопрос какую? Изменение закона всемирного тяготения кажется более сильным изменением того, что мы знаем о природе, чем новые частицы, которых, повторюсь, хороших кандидатов огромное количество. То есть, физики-теоретики приходят и говорят, выбирайте. Хотите нейтролина, вот вам нейтролина. Хотите там аксионы, вот вам аксионы. Хотите еще что-то, пожалуйста. То есть, на самом деле, есть с чего выбирать. И поэтому эта гипотеза, никто не поймал эти частицы впрямую, прямо в эксперименте, но все альтернативы выглядят гораздо более экзотичными, скажем так. То есть, вы понимаете, что следующим чемпионом Испании может стать или Реал, или Барселона. Все может произойти, самолет с Реалом Барселоны столкнуться в воздухе. И все, и Вальядолит, я не знаю, станет чемпионом Испании. Нет, Спартак-Москва. Ну, Спартак-Москва. Ну, Спартак-Москва, это один. Вот. Ну, с Испанией, да, тяжело. Мы с Испанией. Тем не менее, да. Окей, пропущу всякие такие штуки. Темной материи ищут. То есть, действительно, хочется или увидеть сигнал от взаимодействия этих частиц, или поймать их в лаборатории, но не поймали, тоже пропущу. И совсем последний кусочек – темная энергия. Темная энергия – это еще более загадочная сущность, и поэтому это, конечно, еще более сильная гипотеза. Поэтому важно сказать, что открыли. Открыли вот что. Чего мы ждем от гравитации? От гравитации мы ждем, что она затормаживает движение тела. Мы кидаем предмет, он падает обратно. Можно запустить ракету, и она там улетит на Сатурн. Но понятно, что все время придется жечь топливо, а когда оно кончится, ракета будет лететь все медленнее и медленнее. Потому что работает гравитация. Гравитация тормозит. Соответственно, если у нас галактики удаляются друг от друга, Вселенная расширяется, внутри работает гравитация, значит, это должно тормозиться. И поэтому расширения должны идти все медленнее и медленнее. Это то, чего ждешь от Вселенной. И 30 лет назад во всех популярных книжках писали, что есть три варианта. Или вещества малые, Вселенная всегда будет расширяться, или вещества много, и все схлопнется обратно. Или реализуется тонкий промежуточный случай, когда будет расширяться все медленнее и медленнее, но никогда не остановится, и скорость будет стремиться к нулю. Пульсирующая, значит, схлопнулась обратно, а потом отскочила. Так тоже может быть. Вот такие основные варианты. То есть здесь видно, как с киданием предмета. В 1997 году оказалось, что это не так. То есть первые несколько миллиардов лет Вселенная вела себя хорошо и замедлялась. А последние несколько миллиардов лет Вселенная расширяется все быстрее и быстрее. И вот это наблюдательный факт. Он как бы награжден. Но факт нельзя сказать награжден. Люди награждены Нобелевской премии за открытие этого факта. Они ее получили не потому, что факт такой важный, это всем понятно, а потому, что этот факт удалось подтвердить четырьмя независимыми способами. То есть неважно, что нарисовано на картинке. Ну, в смысле, я объясню сейчас. Но вот разные штучки пересекаются в одной точке. По горизонтальной оси доля вещества во Вселенной. Какого бы то ни было, темного, светлого, серого, какого хотите. А поверхней доля темной энергии. Вот это данные по сверхновому. Это то, как люди открыли эту штуку. Вот оказалось, что не ноль, и поэтому они стали говорить о том... То есть вот этот эффект говорит о том, что далекие сверхновые дальше, чем надо. И поэтому есть какая-то... Есть нечто, что заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это данные по реликтовому излучению. Это по распределению галактик. Все они прекрасно пересекаются в одной точке. Все это независимые группы, конкурирующие друг с другом. А внутри каждого есть еще несколько групп. Посверхновые-то было две группы, а поэтому их еще больше. То есть действительно, существует такой наблюдательный факт. То есть пока никакой темной энергии, на самом деле. Существует наблюдательный факт. Вселенная последние несколько миллиардов лет расширяется все быстрее и быстрее. Это факт. Теперь его надо объяснять. И вот тут мы приходим с разными альтернативами. Самая простая альтернатива, потому что ее Эйнштейн придумал сто лет назад из совершенно других причин. Это то, что да, есть некое или поле физическое, или свойство вакуума, которое работает как бы как антигравитация. На самом деле так нехорошо говорить, потому что это все равно гравитация. Но просто есть в обществе относительность такой эффект. Не будем вдаваться в подробности. Отрицательное давление приводит к отталкиванию. Неважно почему. Это первое объяснение. То есть есть действительно некая сущность, которая или физическое поле, или свойство вакуума. Можно придумать другие объяснения. Люди их придумывают. Ну, например, мы говорим, что Вселенная, вся там вещество в больших масштабах размазано равномерно. А вдруг где-то его там поменьше, где-то побольше, то есть Вселенная такими слоями сделана. Но тогда наш видимый слой может тянуть наружу, и мы будем видеть ускоренное расширение Вселенной. Это правда ничему не противоречит. Объяснить нужно будет только один единственный факт. Ну, два. Почему слоями улеглось, ну это ладно. Так получилось. Не знаю. Но вам нужно объяснить, почему мы сидим точно в центре. Потому что вот эти данные мы видим, что Вселенная туда расширяется, ускорена, туда расширяется, ускорена, туда расширяется, ускорена, туда расширяется, ускорена. И везде, во все стороны одинаково. То есть мы должны сидеть в центре этой слоистой структуры. Это страшно удивительно. Не то, что это нарушает философский коперниканский принцип. Найти физическое объяснение, почему наша ничем не выделяющаяся галактика сидит в центре такой гигантской структуры, очень трудно. Поэтому, хотя это в принципе альтернатива не противоречащая арифметике и законам сохранения, никто ее серьезно не рассматривает. Серьезно рассматривает только или свойства вакуума, или какую-то новую физическую сущность, которую в любом случае мы называем темной энергией. Ну и, соответственно, творческие планы на будущее состоят вот в чем. Вот мы, вот большой взрыв. Это как меняется расстояние между галактиками. Оно росло все время, но вначале оно замедлялось, потом начало ускоряться. Вот тут мы живем. Что будет в будущем, мы не знаем, потому что мы не знаем, что такое темная энергия. Если это какое-то физическое поле, которое потом распадется на обычное вещество, то может быть все, что угодно, вплоть до того, что все схлопнется обратно. Если это свойства вакуума, то всегда это будет расширяться. Соответственно, далекие галактики, мы перестанем видеть, их унесет от нас хаббловским потоком. Но наше скопление галактик, оно уже схвачено гравитацией, и оно никуда не денется. Оно всегда останется с нами. Ну и, наконец, есть нехорошая возможность, но она, правда, самая невероятная, и я думаю, в нее мало кто верит, космологов. Но тем не менее, я вам говорил, что моя голова не пухнет от расширения Вселенной. Но если темная энергия – это такое нехорошее физическое поле, то в далеком будущем начнет пухнуть все, и любая связанная структура будет разрушена этим физическим полем. Называется бигрипп, ну вот от слова «разрыв», «большой разрыв». Это симпатическое расширение. Ну, совсем оно вот какое, катастрофическое, не знаю, расширение. Но очень существенно, что вот тут масштаб нарушен. То есть вот тут 13 миллиардов лет – это не значит, что в ближайшие 3-4 миллиарда лет что-то произойдет плохое. На самом деле, иначе просто не уместилось бы в картинку, это надо было бы тянуть куда-то вот туда. То есть в ближайшие десятки миллиардов лет в глобальном масштабе все будет примерно то же самое. И поэтому все наши планы, они связаны с гораздо более коротким горизонтом планирования. И космология здесь оказывается совершенно ни при чем. Ну вот еще раз этот список. Все спасибо. Это все можно, естественно, найти в сети, в каких-то старых печатных вариантах. Ну и какие-то вопросы. Я, честно, не бросаюсь отвечать на все вопросы, которые меня задают в соцсетях. Ну там во всех соцсетях можно меня найти и попробовать что-то спросить. Спасибо большое.